Итак, чуваки, всем привет, с вами Тимуха Домино, сегодня мы играем в Need for Speed Carbon. Не фигня, не кайрэмпэ. Сука, едино! Субтитры сделал DimaTorzok Вот это прикол! Это DimaTorzok Так, сегодня с вебкой, чуваки, буду, ну, не проходить, а просто кататься, дрифтовать. Покажу, как я научился дрифтовать за один вечер, грубо говоря, покажу, как я научился дрифтовать за один вечер, кто там умеет, кто там шарит в карбоне, кто там это. Вы скажете, как нормально или не очень, ну, в общем, как-то так, серьезно, дрифтую только один вечер. Короче, чуваки, начинаем сначала. Так, я прошел эту гонку на Тойоте Супре, но мне сильно тут по кайфу, поэтому я буду еще гоняться. Так, я всегда здесь беру разгон. Беру разгон. И нитро я губаю под поворотом, уже возле поворота. И так, чтобы нитро вышло практически все. Так, не зашел, не зашел. Почему, чуваки, почему на видосе, да, было чуть ранее немножечко лучше дрифтовал? Да потому что я там музыку включил, приигрался и наваливала. Здесь мне нужно и разговаривать, и играть, и управлять, и заходить хорошо в поворот. Так что вот так. Сегодня мы раза четыре прокатимся. Это получается... Ё-ё-ё-ё-ё-ёй. Так что, знаете, хорошо идем. Фу, не жахнулись. Все, сейчас я жахну. Чуваки, какая там кармп, вы что гоните? Я вот карбон скачал и наслаждаюсь. Носу припоком валю. Какой там амазинг, какая там криминалка. Вы что гоните? Посмотрите, как круто. Вот где время не жалко проводить. Вот где классно и интересно снимать. Вот где чему-то учишься. Так. Ну, этому я научился за один вечер. Ну, как за один вечер? За сутки. Так, 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 так. О, вообще пошел хорошо. Все, четенько. Просто красота. Кстати, походу новый рекорд. Да, новый рекорд, чуваки. Смотрите, 600. У меня было 400. Вообще надо 150 для того, чтобы пройти эту миссию. Так. 630, чуваки. 630. Просто кайф. Ну. Давайте еще разочек погоняем. Ну, как разочек. Еще три раза. Посмотрим, смогу ли я больше сделать. 600. Крепец. 600 я ни разу не делал. Блин. Это круто. Несмотря на то, что говорю. И так далее, и тому подобное. Но получилось вытянуть 600 баллов дрифта. И это на Тойоте Супре, чуваки. Если бы здесь был рейндж-ровер. Кстати, здесь есть одни из моих любимых автомобилей. Ну, как. Из компании моих любимых автомобилей. Короче, вы поняли. Астон Мартин и Ягуар здесь есть. Это британские машины. Я их очень сильно люблю. А они здесь есть. И это очень хорошо. Так. Я на них катался. Ягуарик не очень впечатлил. Астон Мартин хорош. Кстати, Лотус еще есть. Лотус, да. Маленькая такая машинка спортивная. Классная. Ой-ой-ой. Что-то тут. Не очень задрифтил. Отвлекся, видимо, на что-то. Так. Кстати, на самом деле, в жизни Тойота Супре редко используют для дрифта. Потому что у него спереди двигатель. 2GZ и GTE. Он очень тяжелый. И поэтому дрифтит машина не очень. Для дрифта чаще всего используют Ниссанчики. Sky, Supra и так далее. Ой, Sky и Supra. Sky, потом Сильви. Часто. А Supra? Не. Supra это более драговая тачка. Но если вы у меня спросите, что мне больше нравится. Supra или, например, тот же Skyline. То, конечно же, Supra. Кстати, Supra раньше была моя любимая машина их детства. Ну, до Ренч Ровера, когда еще я не выкупал эту. Этот кайф в Ренч Ровера, в Астон Мартина, там Лотуса, Бейнтли. То мне нравилось Тойота Супра. Доходило до того, что я видел цены, какие на нее. И были мысли продать почки. Почку, точнее. Вы особо не уникайте. Потому что это детские загоны. Вы не поймете. Хотя можете поймете. Такая аудитория, думаю, поймет. Так. Валим, валим, валим боком. Конечно, не на стоке. Но сток нам не нужен. Блин, а ты уже второй. Блин. Так все быстро проходит. Так кайфово. Особенно, когда под 200 залетаешь. Так. И я каждый раз выиграю. Практически каждый раз выиграю. Вот. Круто. То есть, я на этой трассе, я не знаю, вот сколько кругов. Ну, кругов 40 я намотал. Кругов 40 вот. Я намотал. Я просто кайфую. Не то, чтобы научиться дрифтовать. Нет. Я просто еду и кайфую. И так же сам одновременно учусь. Вот. Смотрите, какой четенький поворотик. Ударился, но дрифт не сбило. Так, тут скорость маленькая, поэтому мы не очень зашли. Так. Воу, воу. Блин, какая красота. Какой КРМП, чуваки. Какой нахер КРМП, извиняюсь за выражение. Действительно. КРМП? КРМП у чего нити? Давайте, дрифтеры с КРМП, расскажите мне, как умеете дрифтовать. Блин, ну класс. Я раньше играл в карбон, но почему-то меня он не вставляет. Я поиграл, поиграл, попробовал. Ну, чё-то не то. Мост Ванте, да. Но в Мост Ванте нет такого дрифта. И в Мост Ванте меня очень задал бы драг. Ненавижу драг. В жизни обожаю драг. Это круто, это интересно смотреть. Вот. Ну, блин. В игре Need for Speed драг пооблатили очень хреново. 402 метра, если кому-то о чем-то это говорит. Вот. Я, кстати, весь НФС Мост Ванте прошел на Тойоте Супри. И не раз, кстати, я проходил на Тойоте Супри. Просто наслаждался тачкой. Так. Просто кайф. Просто кайф, чуваки. А почему карбон мне подходит? Вот именно мне. Почему мне здесь комфортно играть и снимать? Во-первых, чуваки, здесь есть автомобили. Практически мои любимые, да. Это, например, Lotus, Aston Martin, Jaguar. Вот. Потому что они британские. И они мне очень нравятся. Это первое. Второе. Ночь. Я очень люблю ночи. Поэтому здесь всегда ночь. Всегда ночь. На любой карте всегда ночь. Поэтому мне по кайфу я здесь играю и буду снимать и продолжать. Человеки, я знаю, большинство не смотрит. Две тысячи подписчиков, например. Две с половиной тысячи подписчиков. Вот. И серии Need for Speed набирают по 100 просмотров. Это уже наглость. И если в серии по Need for Speed будет столько набирать, я буду снимать только Need for Speed. Даже если они меньше и меньше будут набирать, я буду снимать только Need for Speed с принципа. Чтобы вы смотрели. Потому что так не катит. Вы и Stalker не очень смотрели. Вот серии вот эти вот крайние 13 и 14. Вообще бы наглели. 20 просмотров. Чё эти 20 просмотров? На канале две с половиной тысячи просмотров. Две с половиной тысячи подписчиков. Какие 20 просмотров? Ну не 20, там 40 где-то. Ну это чё за наглость? Это уже никакие ворота не действуют. Я вас конкурсами балую. Это вообще наглость. Так. Просто красотища. Ле, ну как же круто. Как же это круто. Валить боком. Так, набираем скорость 200 км в час. И погнали. Просто кайф. Опа, опа, опа. Я немножечко тут не очень хорошо зашёл. Хотя нет, всё нормально. Просто красота. Извиняюсь за маленькие фрезы. Воу, воу, воу. Так просто, просто топ, чуваки. Здесь притеренироваться. Главное привыкнуть к машине, чуваки. Ещё есть две фишки, которые нужно понять во время дрифта. Когда нажать газ и когда отпустить руль. Не то, что просто кидайте управление. А именно не управлять машиной. Просто не поворачивать. Я когда понял, когда два этих пункта выполнять. Но вы увидите, в общем, как я научился дрифтовать за... Ну, блин. Ну, за сутки. За сутки. Так, тоже третий. Давайте четвёртый. Ещё разочки и всё. Думаю, на это можно заканчивать. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой твиттер, на мой фейсбук. На меня в Однокласснику. Подписывайтесь. Вступайте на мой официальный группа ВКонтакте. Ссылочка есть в описании под данным видеороликом. Так. И смотрите предыдущие видеоролики. Такие, как Сталкер за Криптем за насчуждение. Влог на Кейшер. 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 Не, вот кто-то там писал. Ой, блин, карбон, старая игра, смирись, блин. А криминалка чё, сильно новая или чё, чуваки, блин. Такие умные, чё, я просто в шоке. Блин, вот машину саму клонит. Вы видите, она сама поворачивает иногда. И это очень раздражает. Ну, типа, в какую сторону поворот, в такую сторону машина едет. Просто, чуваки, есть такая тема. Нужно понять, в каком моменте можно машине доверить управлению. То есть, не газовать. Не нужно тормозить, надо просто не газовать. Просто отпускайте газ в некотором моменте и всё. Блин, это круто. Короче, сложно объяснить. Я вам здесь уроки дрифта не преподам, потому что я сам только учусь. Вот, вы видите, что я реально вот только учусь. Ну, вы сами видите. Вот, и как только я научусь, Софьяна, классно дрифтовать, я буду вам рассказывать, как я этому научился. Блин, ну как же кайфово, а? Я раньше всегда любил драг. Драг, но N64 Speed Mastod испортил мне эту любовь. Вот, а теперь Carbon мне показывает, насколько крут может быть дрифт. Тем более, на Тойоте Супы. Блин, ну разве это не круто, а? Я люблю машины, я вам это говорил. И вот, поэтому я пришёл в N64 Speed Carbon. Не сымя отрия на то, что это старое играть, здесь очень классно играть. И дрифтовать. Блин, давайте ещё разок, потому что это круто. Вот, я ещё не начал проходить карьеру, но не переживайте, я обязательно её начну проходить. Так, Emoz 2, я тоже скачаю, установлю, скачаю, тоже буду её проходить опять, наверное. Ну а чё ещё делать, чё ещё делать, чё снимать? Криминалка уже отходит на второй план, не хочу, я уже задолбался криминалку снимать. 300 серий по криминалке, чё-ки, 300. Не много ли? Вы пишите, ой, я не хочу смотреть Сталкер, я не хочу смотреть NFS, там, давай криминалку. Не наглейте, криминалка 300 серий. Будете наглеть, в натуре забью и будете смотреть, только не Форс Крит и Сталкер, криминалка будет раз в месяц. И то будет вам, то вообще обнаглели. Пилишь там конкурсы, пилишь по 8 видосов в день, а вы тут, давайте, давай криминалку. Нет, чуваки, это мой канал, я буду решать, когда что давать. Так, ну чё, погнали. Блин, как же круто. Блин, давайте после этой гоночки ещё разок. И если вы думаете, что я на какой-то профессионал или ещё что-то, я вам покажу, например, как я дрейфчу на Астон Мартин. Например, там у меня вообще траблы. То есть, я прошёл комнату, там я прошёл, я нормально продрифтовал, но, блин, там я так не смогу дрифтовать на Супре. И, кстати, я треки не люблю. Не, ну, не по карте то, что трек, но, блин, просто Супра так классно едет, что я не обращаю внимание на то, что это трек. Ну, карта двун, грубо говоря. И прошу, и поняли. Блин, ну как же кайфово она идёт. Оп. Просто нужно знать, где что сделать. Где газануть, где не надо газовать, где повернуть, где не надо поворачивать. Я это понял за, блин. Я же говорю, за сутки я это понял. Врубился. Ого. Врубился, короче, и начал нормально гонять. Так, ну давайте сейчас я вам пойду и покажу то, что на Астон Мартине я, ну, не умею ездить. Я вам покажу, в смысле, то, что я умею на нём ездить, но дрифтовать особо я на нём не умею. Чтобы вы не думали, что я здесь какой-то супер профи дрифта и просто вам показываю. Типа, ой, смотрите, я научился дрифтовать за сутки, типа. Вот, ну, смотрите, в общем, Астон Мартин. Каньон, если я не ошибаюсь. Так, всегда, ну, вообще-то круто. Просто круто. Блин, сейчас водит задница. Не хочется позориться, но Астон Мартин, блин. Ну, очень классная тачка, но, к сожалению, на ней у меня дрифт не увенчался успехом. Вы видите, уже удар. Лишь бы с трассы не слететь. Вот, вы видите, я даже не могу нормально в поворот зайти. Просто трассы настолько узкие. Ещё Астон Мартин же длинный триндец. Ну, как длинный, здоровая машина. Супер намного меньше, нежели Астон Мартин. Так. Ну, короче, вы видите, да, что у меня здесь ничего особо не получается. Астон Мартин большой, трасса маленькая. Машина тяжёлая плюс. Ну, в общем, не особо у меня получается. Я хоть и иду первый, да, там, можете посмотреть в списке слева. Но, вы сами видите, ну, не очень получается. Конечно, если я тут буду тренироваться, то, блин, на Астон Мартин я буду ездить уже завтра, грубо говоря. В идеале просто. Просто в идеале. Ну, просто я вижу, что у меня не получается. Надо пробовать, конечно, ребят, надо. На Супре по треку это одно, а на Астон Мартин по дороге общего пользования это совсем другое. Тем более, здесь намного темнее, чем на треке. Вот как-то так. Блин, ну, сложно, ребят, сложно. Если вы думаете, что, а, да, это херня, сейчас иду так дрифтану. Ну, зайдите, дрифтаните, я посмотрю, конечно. Так. Во-во-во-во. О, блин, ну, интересно, интересно, очень классно, красивый вид. И, блин, лишь бы с трассами свететь. Да, лишь бы с трассами свететь. Вот, 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 пошел, 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 просто красота. Красота. И хорошо, что мы еще с трассами светели на 87% дороги. Да, уж, ну, все равно, видите, мы вроде бы тащим там. Первое по дрифту идем, но, блин. То есть, то, как я дрифтчу на супре, дрифтую, да, на супре и на Астон Мартин. Это, блин, две разные вещи. Вы сами видите. Ну, блин, Астон Мартин мне намного больше. Астон Мартин мне нравится намного больше. Ну, будем как-то пытаться. То есть, вы видели 600 и 60, блин. Ну, это две разные вещи. Ну, в общем, как-то так, чуваки. Скоро будем проходить карьеру. Ставим лайки, подписываемся на канал. Подписываемся на мой второй канал. Ссылочка есть в описании, не ушел. Вот, скоро будут интересные видосики. Возможно, вложек будет на днях. Поэтому, чуваки, вот как-то так. Ставим лайки, подписываемся на канал. Подписываемся на мой инстарам, на мой твиттер, на мой фейсбук и так далее и тому подобное. Вступаем в официальную группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Ребят, всем удачи. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Кстати, да. Смотрите Станкер за клип, у тебя за учреждение. И лучший момент, ты Станкер за клип, у тебя за учреждение. Влог на крыше. Влоги Рейндж Ровер. Всем советую, тоже вам как-то слабко. Так, к просмотру. В общем, всем удачи, всем пока.